Шалом, дорогие друзья, всем добрейшего, веселейшего утра, шаву атов, шаву атов. И мы продолжаем изучать Тору, сегодня мы изучаем глава Толдот, начинается новая глава, сейчас все подключаются, я сегодня провожу из места, которое называется Дом выздоровления, Дом выздоровления, это раньше, раньше называли больница, правильно, которые люди, которые не знают, что все, что в жизни происходит, это следствие того, что мы говорим и думаем, они называют, используют в своей речи негативные слова, и они поэтому называют больницу больницей. А те, кто в теме, те, кто знают, те, кто слышали то, что сказал Рэбби Мирубавич, он сказал, что думай хорошо и будет хорошо, и те, кто слышали то, что сказал царь Соломон, что жизнь и смерть накончите языка, и те, кто помнят, что сказал царь Давид, когда он сказал, что кто человек, жаждущий жизни, тот, кто любит все дни видеть только добро, И все, кто это все знают, те, кто в теме, они называют больницу дом выздоровления, потому что в больницу уже не приходят, чтобы болеть, в больницу приходят, чтобы выздоравливать, и если ты приходишь с намерением выздороветь, то ты включаешь вот этот процесс выздоровления, поэтому сегодня у нас урок с дома выздоровления, и слава Богу, я вам скажу, что прям я своими глазами вижу чудеса конкретно, вот сегодня маму мою уже выписывают, всего лишь там 4 дня назад была у нее операция по удалению опухоли, и слава Богу, Баруха Шем, прямо сегодня ее уже выписывают домой, представляете, как это все удивительно, и слава Богу, благодаря вашим молитвам, поэтому урок сегодня мы продолжаем проводить, для полного выздоровления, Рита Бат-Бася, чтобы была здорова, значит, Моша Бен-Ирина, значит, Блюма Эстер Бат, Бата, сейчас, Блюма Эстер Бат, как же мама ее зовут, забыл я как мама ее зовут, Бат, в общем, Бат Сара, можно всегда сказать, потому что... Михайловна. Не-не-не, это тебя Михайловна, а ее зовут... В общем, когда вы не знаете, как за человека молиться, то можно сказать, дочка Сары, например, или дочка Авраама, потому что все практически произошли от Сары Авраама, и сегодня мы узнаем, как это, почему именно это правда, почему это именно так, и что все, кто слушает сейчас урок наш, вот все, без исключения, они все произошли, во-первых, мы все произошли от Адама, второе, это точно можно сказать, от первого человека, второе, мы все абсолютно произошли от Ноаха, это факт, потому что все очень хорошо от Ноаха. Дальше, дальше, после этого был Авраам, который, который Авраам, первый он нашел прям путь к Богу, Творцу Мироздания, то есть он прям дошел до связи с Творцом, который, который прямо, прямо вот вообще, самый-самый такой Бог, в котором непостижимый, вот Авраам с ним установил личный контакт, и сегодня мы че-чем, Ахам женился на Кторе, Ктора, ее звали, Ктура, Ктура, и у него после этого родилось еще шесть сыновей, которые, ему было уже 137 лет, когда он женился, Авраам, и Ицхак, значит, Ицхак тоже женился на девушке по имени Ривка, мы в той главе прочитали, как произошла их женитьба, и вот это начинается сейчас глава, вот родословие Ицхака, сын Авраама, Авраам родил Ицхака. Значит, в Торе нет ни одного лишнего слова, и здесь кодовым таким коротким языком идет, передается глубокая информация, то, что Авраам родил Ицхака, здесь подчеркивается такой нюанс, что даже в том поколении, которые все это видели, были скептики, вы думаете, скептики это новое? Люди делятся на пессимистов и оптимистов от зарождения мира, от зарождения мира есть архетипы, есть архетипы, мы знаем, два сына Адам Решона, первого человека, Каин убил Эвеля, Каин его интересовал этот мир, и он из зависти, и из-за того, что, ну, главное качество его было зависть, он убил Эвеля, а Эвель, которому этот мир был неважен, он, значит, был устремленный в небо, и он куда хотел, туда и попал, все попадают туда, куда хотят. Значит, и мы видим, что прямо от зарождения человечества были скептики, были оптимисты, значит, и в поколении Авраама Ицхака, и скептики говорили, что Ицхак не сын Авраама, потому что, ну, представляете, он родился, когда Аврааму было сто лет, а до этого, а до этого, в Элемелых, царь Плештимский, он забрал Сару, и говорили, да, наверное, она от Элемелыха родила, хотя ей тоже было 90 лет, и тоже не верили, что она родила, но когда на два года она отлучала Ицхака от груди, то ей приносили детей, она кормила грудью еще детей и других, чтобы все увидели. В общем, Ицхак был копией Авраама, то есть, чтобы не было вопроса, их просто путали, он выглядел абсолютно одинаково. Я учился у святого Равина, Равицкак Зильбер, где тронутся ли Кевраха, его сын Равбинсон Зильбер, он копия Равицкак, чтобы вот, многие скажут, а не, не может быть, чтобы отец так был с сыном похожий. Вот Равицкак Зильбер и Равбинсон Зильбер, если взять фотографии, вы не отличите, вот в одинаковом возрасте, где кто. Точно так же было у Авраама Ицхака, и это нам тоже подчеркивает, что именно Авраам родил Ицхака, что в Ицхате пошло, продолжение Авраама, оно пошло в Ицхате. Не в Ишмаэле, не в шести сыновьях Ктуры, которые были тоже детьми Авраама, а именно в Ицхате. И было Ицхак, ему было 40 лет, когда он взял в жены Ривку, дочку Птуэля Аарами, Мепадан Арам, сестру Лавана Аарами, взял он ее в жены. Зачем нам Тора говорит, что именно в 40 лет он ее взял в жены? Тора нам сообщает, что в каждом возрасте у человека абсолютно разная включена, разный менталитет, назовем это так. Например, Тора нам говорит, что в 40 лет, человеку в 30 лет мужчина становится сильным, ему приходит вура, мощность. В 40 лет к мужчине приходит бина. Бина – это понимание, глубокое понимание. В 50 лет он уже может давать советы. Вот я прям чувствую, мне будет в этом году 50 лет, и я уже могу давать советы. То есть у меня вот скоро смогу. У меня уже, я даже чувствую, роти лучше становится. Потому что в 50 лет уже совершенно по-другому работает голова, чем даже в 40. Здесь нам сообщается, что Ицхак в 40 лет именно женился на Ривке. В 40 лет он уже был полностью состоявшейся личностью, в котором уже его, вот эта гормональная часть, животная часть, она уже пошла на убыль. В этот момент уже человек полностью властвует над собой, над своим телом. И значит, а почему нам сообщается, что Ривка именно она была дочкой Птуэля, из места поданно Рам, сестрой Лавана? Потому что здесь нам сообщается другой закон, очень интересный, психологический, что на человека очень влияет поле, откуда он, откуда он. на человека очень сильно влияет поле, в котором он находится. Вот он мне, кто у меня? Сейчас, молодочка. Так, так, так. В... на человека очень влияет поле, в котором он находится. И, значит... Сейчас, секундочку, потеряла мысль. На человека влияет поле, и Ривка, она была из города, в котором жили злодеи, из семьи, в которой были злодеи. И в то же время она была праведница, сама она была праведница. То есть, это очень тоже нам Тора сообщает, что, несмотря на то, что вокруг него были злодеи, можно оставаться праведником. Хотя Тора нам очень сильно советует, что нам советует Тора, селиться все-таки вместе, и будут окружать праведники. Значит, и молился Ицка к Богу по поводу своей жены, потому что она была бесплодная. Тора нам сообщает, что она была бесплодная, и Сара была бесплодная, и Рахель была бесплодная долго. Да, почему? Потому что у них была судьба такая, да, Всевышний их избрал, привести в этот мир такие уникальные души, которые, ну, самого высокого уровня. И такие души, они не приходят нормальным путем, да. То есть, все, что приходит норма, это, вот, большинство, это норма. Теперь все, что выходит из нормы, да, исключительное, оно, 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 оно отличается. Понятное дело, оно отличается. Поэтому, поэтому про отцы, которые были ближе всего к Богу, они не могли прийти в мир естественным путем, да. Они приходили в мир путем каким-то удивительным. И вот она была бесплодная, и молился он, молилась она, и забеременела Ривка, его жена, написано. Значит, здесь нам объясняет устная Тора, что они вместе молились, и Бог ответил ему, именно ему, а не ей. И здесь тоже нам передан очень важный такой принцип. Объясняет нам устная Тора, что молитва праведника, сына праведника, она сильнее, чем молитва праведника, сына злодея. Ривка была все-таки сыном злодея, дочерью злодея. А Ицкак был праведник, сын праведника, его молитва была сильнее. Поэтому ответили ему. Поэтому, когда нам нужно что-то, мы идем к праведникам, и просим, помолитесь за нас. И молитва праведника, который благословляет, и так далее, она имеет невероятную силу, то есть она имеет прямо волшебное воздействие. Значит, ответил Бог ему, и она забеременела. Бои Трацецу, абоним бы терба. Значит, и у нее в животе начали, вот эти вот два сына ее, которые были у нее в животе, они начали Итрацецу. Здесь есть несколько объяснений. Одни говорят, что это они начали, у них началась бреба прямо в животе друг с другом. Други говорят, что они хотели Итрацецу от слова «Ля Руц», они хотели выйти, что когда она проходила мимо Батэ Медрашо, там было, правда, до молчения только были Шема и Эвера, да, Шем сын Ноаха, то хотел выйти Яаков. А когда она проходила мимо мест, где служили идолопоклонства, значит, хотел выйти Исаф. Я видел очень красивое другое объяснение, что Исаф было олицетворение, вот этот вот ее первый сын, было олицетворение тела, да, как у человека есть животная душа, тело, и есть у человека душа божественная, это Нешама, и они между собой в постоянной борьбе. Также в животе Исаф олицетворял тело, и Яаков олицетворял душу, и они были в постоянной борьбе уже в животе. И сказала, Ватомы, им кэн лама заянухи, она сказала, если так, зачем это я? Есть объяснения разные, что было в ее вопросе, одни говорят, что так ей было больно, что она говорила, зачем я молилась, другие говорят, что так как она знала, что она бесплодная, и она боялась, что она детей-то выпросила, ну, как бы у Всевышнего выпросила, но тело ее не изменилось, и она не способна их родить, и, значит, ну, в общем, пошла она, Ледрош, это Шем, пошла она, Ледрош, как бы узнать, что Бог хочет. Куда она пошла? Говорит нам Усна Тора, что она пошла к Шему и к Эверу. Шем, это был сын Ноаха, который находился в, то, что называется, дом учения, да, он был в своем шатре, и к нему приходили, такой был старец, Шем, который еще видел потоп, он был сын Ноаха, и он был постоянно на связи со Всевышним, и к нему приходили кто учиться, кто узнавать, кто за благословением, в общем, она пошла к нему. И сказал Бог через Шема ей пророчество такое, два народа в твоем животе, и два, две веры в твоем животе, да, Люмим, это, есть народ, это просто как племя, а есть вера, и он говорит, две веры в твоем, в твоем животе, Эсав, родоначальник всех европейских народов, Яков, это, Исраэль, он получил имя, он родоначальник еврейского народа, и она говорит, два, две веры в твоем животе, и они из твоего живота выйдут и разделятся, значит, и они будут бороться друг с другом, и большой, старший будет служить младшему, такое она получила пророчество. и наполнились ее дни, когда надо было рожать, и вот два близнеца у нее в животе, близнецы двойняшки, и вышел первый красного цвета, и он был как плед такой, знаете, как плед, шерстяной плед, такой прямо с шерстью покрытый, и назвали его имя Эсав, Эсав, это переводится имя сделанный, да, как бы он был закончен и сделан, то есть он на физическом плане, он был невероятно мощный, совершенный с детства, то есть у него было очень развито тело, и он был красного цвета, у него очень был, вот этот вот рыжий такой он был, гнев, вот он был такой очень эмоционально сильный, и после вышел брат его, и рука брата держит его за пятку, Эсава, и назвали его именем Яаков, Яаков переводится, следующий, как бы держит за пятку, держащий за пятку, назвали его Яаков, и Ицкаку в это время было 60 лет, 60 лет было Ицкаку, когда Ривка родила Ицкаку, то есть Ицкак был уже в то время, в таком возрасте, когда он уже был полностью управлял собой, своей жизнью, своим телом, ну то есть он был святой человек, с 37 лет, когда его приносили в жертву, Авраам хотел его принести в жертву, в этот момент ему было уже 60 лет, и выросли эти два подростка, и стал Эйсав человеком, знающим охоту, Ишсаде, человеком поля, то есть он был такой прям в полях, значит охотился, воевал, такой был, и человек, знающий охоту, он хитрый, он был очень хитрый, он знал повадки зверей, он мог этих зверей обмануть, и точно так же он обманывал людей. Вояков Иштам, Яков был человеком бесхитростным, Юшевуалим, он сидел в шатрах, он сидел, учил Тору, молился, и был абсолютно бесхитростный, такой вот, ну вот как видите, по улицам ходят, и животники такие, человек бесхитростный, сидящий в шатрах. Воезет Яков Назид, и вот он варил Яков Назид, это чечевица, чечевица, значит, устная Тора нам говорит, что в этот день им было по 13 лет, была их бармицва, и уже когда человек наступает возраст бармицве, 13 лет, он становится ответственный за свои дела и поступки, и он начинает соблюдать заповеди, то есть в 13 лет у него приходит уже состояние, как бы ответственности, он уже понимает, но Всевышний с него до 20 лет не спрашивает, с 13 до 20 лет он называется наар, подросток, и у него еще он пока разболтанный, то есть он не управляет своим телом, своими эмоциями, у кого есть дети-подростки, вы знаете, что они полностью вот такие расколбашенные, да, и Всевышний до 20 лет он ждет, что человек успокоится, устаканится, и с 20 лет он уже полностью осознанно отвечает за свои поступки, и вот он была в это время по 13 лет, и умер Авраам, Авраам умер в возрасте 175 лет, и пришел Исаф с поля, и он уставший, Исаф в это время по полям, по долам, сегодня здесь, завтра там, тут он охотится, тут он, говорят, что в этот день он убил человека, он был в 13 лет уже очень сильный, говорят, что в этот день он уже кого-то изнасиловал, и, значит, пришел он уставший после этих всех дел, и сказал Исаф Яакову, или ты не на, не на, а дома, а дома, да, мне, он говорит, напои меня от этого красного-красного, то есть он, он даже не видел, что это за еда, он хотел просто пищу, знаете как, вот я честно скажу, что я понимаю очень хорошо Исафа, потому что, когда вот я был спортсменом, и когда ты приходишь с тренировок, две тренировки, и тебе просто нужна пища, вот я помню, я мог съесть там, три стакана сметаны с сахаром, вот так вот просто в себя, вот сметана с сахаром, вот еще что-то, знаете, просто еду, и съедал всю еду за минуту, как, знаете, как есть док, собака такая вот, и все, нету еды, и вот Исаф приходит и говорит, дай мне, дай мне вот этого красного, потому что я устал, поэтому назвали его Эдом, назвали его красным, Исафа, потому что, кстати, интересно, красный, белый, вот это вот сравнение, значит, назвали его красным, потому что он видел все в красном свете, такой, ну, знаете, он был такой, красный это свет страсти, страстного он такой был, и сказал Яков, Яков ему говорит, махра каем эт пхоратехали, он ему говорит, продай как день, ясный день, первенство мне, В то время первенцы служили Богу, они приносили жертву, они в каждой семье первенец, это был священник. И Исаак в семье Ицхака должен был приносить жертву, он должен был быть святым. А мы знаем, что чем ближе к святости, чем ближе к Богу, тем больше проблем у того, кто не идет по пути Бога. И Иаков ему говорит, зачем тебе быть священником, отдай мне первенство, продай мне первенство. И сказал Исаак, вот я ведь иду умирать, зачем мне тогда первенство. И Шавале сказал Иаков, поклянись мне. То есть он хотел, чтобы Исаак поклялся ему, что он ему действительно отдает это первенство. И тот ему поклялся, и продал он первенство Иакову. Иаков оформил еще и правильно по закону и документ купчу, и он поклялся, то есть уже чтобы не было обратного пути. И дал Иакову Исаву хлеб и чечевичную похлебку, и покушал он, и попил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаак первенством. Значит Исаак после того, как наелся, напился, он говорит, да, действительно классно, я правильно сделал, зачем мне это первенство, все. То есть он подтвердил после того, как уже продал. И дальше, и дальше был голод в земле, кроме того голода, который был во времена Авраама. Значит мы видим, что все повторяется, история повторяется, из поколения в поколение повторяется, одна и та же история, снова и снова повторяется история. Периодически есть сытость, есть голод, есть сытость, есть голод, есть кризис. Я на своей памяти могу сказать, 90-е годы было кризис, потом поднялось, 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 98-й кризис, поднялось, поднялось, 2008-й год кризис, поднялось, 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 потом 14-й год кризис, поднялось, 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 20-й год корона упала, и сейчас продолжает пока падать, падать, падать. Но я вам точно говорю, из моего опыта, из опыта Торы, после кризиса, после голода всегда будет подъем, будет скоро подъем. И вот тогда то же самое. Был голод во времена Исхак, как был во времена Абраама. И пошел Исхак к Абимиллыху, царю Плештин. Значит, он пошел в сторону юга, в сторону Египта, потому что он думал... Он очень простой, у наших праотцов был тот же расчет, который есть сейчас у нас. Зачем мы учим Тору? Дела отцов – знак для сыновей. То есть мы учим, как жили самые выдающиеся люди, которые были ближе всех к Богу. И мы хотим на их примере научиться, как вести себя нам, чтобы все было хорошо. И вот, значит, Исхак хотел тоже идти в Египет. И показался ему Бог, и сказал, не спускайся в Египет, останься в земле, которую я тебе говорю. Живи в этой земле, и я буду с тобой, и я благословлю тебя, потому что тебе и твоему потомству отдаю я все земли эти. И установлю я клятву, которую поклялся я, клятву, которую поклялся я Аврааму, твоему отцу, установлю я ее, установлю ее с собой, да? Установлю я ее с тобой. И умножу я твое потомство, как небесные звезды. И дам я твоему потомству все земли эти, и благословлятся в твоем потомстве все народы земли. Это он ему второй раз повторяет клятву. Почему? Экеб Ашер Шама Авраам Бекули. Потому что Авраам, он слышал мой голос. То есть голос, это когда Бог к нему обращался в пророчестве. Вейшмор Мишмарти. И он выполнял все мои указания. Митсватай, все мои заповеди, все мои постановления. И мою дору он выполнял. Значит, отсюда мы видим, почему не надо было искаться в Едипет. Потому что Авраам уже выполнил определенный кусок работы, в котором нужно было пройти испытания. И Авраам, он прошел эти 10 испытаний и присоединился к Богу. Ицхак уже родился у отца, который был присоединен к Богу. И Ицхак, он с детства рос в доме. У него папа Авраам, мама Сара. От него отослали, Ишмаэля отослали. Когда Авраам женился на Ктуле, выросли сыновья. Он их тоже отослал на Восток. То есть он рос в таком очень святом окружении. Ему не нужно было уже проходить те испытания, которые проходил Авраам. У него была своя работа, которая отличалась уже от работы Авраама. Если Авраам, он олицетворял качество хесет. Он распространял знания о Боге. Он помогал людям. Он был экстраверт такой. Он постоянно двигался и сообщал о Боге. То Ицхак, он олицетворял качество, которое называется Гура. Он был полностью погружен в себя, в свою внутреннюю работу. И он закреплял те достижения, которые сделал Авраам. Авраам открыл Бога. Ицхак, он закреплял это. И есть путь Авраама, есть путь Ицхака, есть путь Иакова. Дальше мы узнаем, какой был путь Иакова. Вот примерно то, что мы сегодня понимаем. Что мы видим из этой главы? Первое. Сила молитвы. Сила молитвы, которая может сделать даже человека бесплодного. И она родила детей. И Ривка нам специально Тора подчеркивает, что надо молиться. Второе. Молитва праведника. Очень важно. Тора нас учат, что пусть не будет благословения даже простого человека легким в твоих глазах. Поэтому, тем более, молитва праведника или благословение праведника, это вообще очень важно. Значит, нужно всегда просить у всех, благослови меня. А если вас благословляют, нужно отвечать, чтобы и ты будешь благословлен. Есть в Торе обещание, что тот, кто благословляет потомков Авраама, будет благословлен. Тот, кто проклинает, будет проклят. Поэтому благословляем всех потомков Авраама. Это очень важно. Дальше. Это мы видим. И что мы еще видим? Что есть разные качества людей. У Исава были его качества. У Иакова были его качества. Можно служить Богу так. Можно служить Богу так. То есть очень важно понять свои качества и именно через них приближаться ко Всевышнему. Все, желаю всем полного выздоровления, чтобы у вас, ваших близких, было полное чтобы Бог выполнил все запросы вашего сердца для вашего добра и чтобы был шалом, главное, чтобы был шалом в Украине, чтобы был шалом во всем мире и чтобы были псоро, то вот хорошие новости, чтобы у нас всех были сегодня, завтра и послезавтра. Каждый день хорошие новости. Все, удачи, успехов, до завтра. Счастливо.